Участник Великой Отечественной войны, выдающийся ученый Владимир Уткин всю свою жизнь посвятил служению Родине. Масштабный проект «Интеркосмос» начинался с его участия. Владимир Федорович внес вклад в разработку программ экспериментов и прикладных исследований на борту МКС. Друзья, Владимир Федорович Уткин умел находить наиболее эффективные решения при минимальных ресурсно-временных затратах. Сегодня этот принцип актуален как никогда. В послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию много внимания в дневной экономике, необходимости внедрения новейших технологий. Именно это является основой для роста благополучия и социального комфорта людей. Сегодняшним студентам Рязанского университета, Радиоуниверситета, предстоит включиться в эту работу уже в самые ближайшие перспективы. Открытие бюста выдающегося ученого в радиотехническом вузе – старт мероприятий, ведущих к празднованию столетия ученого. По сей день живо его дело и свидетели великого ума. Чтение памяти таких людей – это вообще говоря наш долг. Может быть я постарше основной массы присутствующих и молодым имею право давать советы. Но когда директор музея в Кремле захотел его портрет повесить при жизни в галерее от выдающихся людей, это было очень серьезное признание. Он очень расстрогался. Радиотехнический университет до сих пор несет знамя ученого. Сотрудники, преподаватели пытаются заложить нынешним студентам основной принцип, завещанный Уткиным. Владимир Федорович является представителем той замечательной плеяды российских, советских инженеров, ученых, разработчиков, которые всей своей жизнью, всем своим опытом, своими усилиями показали, насколько важны для страны люди, умеющие доводить до конца технические разработки, создавать новые, рисковать. Именем Владимира Уткина названа ежегодная премия Рязанской области по науке и технике. Ее присуждают за создание и внедрение принципиально новых технологий, техник, приборов и материалов производства. В связи с эпидемиологической обстановкой награждение лауреатов по итогам 2019 года перенеслось. И сегодня наградили сразу шестерых победителей. Среди них завод «Красное знамя», «Форд», «РГРТУ», а также приборный завод. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».